На ваших экранах врач, психотерапевт, психиатр, нарколог, когнитивно-поведенческий терапевт Александр Пенегин, один из авторов научно-популярного блога в Ютубе. Темы блога связаны с вопросами психического здоровья и межличностных взаимоотношений простым и понятным языком. Например, можно увидеть разбор на тему, какие психические расстройства бывают, как устроена психика, как понять, чем болеешь, как можно помочь себе. В нашей программе Александр расскажет о причинах и методах борьбы с тревогой в эпоху пандемии. Итак, Александр, новый рост заболеваемости, о котором сейчас струбят все СМИ, и, к сожалению, статистика, порождает, естественно, тревожность. Люди и так в движении в течение уже больше, чем года, и сейчас тревожность растет. Какие вы могли бы дать рекомендации, как вообще охарактеризовать вот эту тревожную группу, и какие рекомендации можете дать тем, кто находится в таком паническом состоянии? Как помочь себе самому? Ну, для начала надо разобраться и понять в том, что такое тревога и почему люди, в принципе, тревожатся. Тревога – это эмоция, она, условно говоря, охранительная. Она нам помогает предотвратить какую-то надвигающуюся угрозу. Ну, поскольку мы все видим, что происходит в мире, тревога нагнетается. Это и в интернет-медиа, и в принципе в СМИ, и между людьми, да, на кухне, так говоря. Появляется опасность какой-то угрозы. Если люди видят, что присутствуют в их жизни угрозы, конечно, они будут тревожиться. То есть это нормально. Выходит, что надо сделать для того, чтобы снизить тревогу? Надо четко для себя разложить. А что это на самом деле за угроза? То есть действительно ли она настолько опасна, как нам об этом говорят? То есть понятное дело, что опасность, безусловно, присутствует. И заразиться, и умереть, и лечь с тяжелыми последствиями. Но надо для себя четко разграничивать в процентном условном соотношении. То есть есть люди, которые заболевают. И это даже не 50%, это все равно меньше. И тогда для самого себя понять, я буду жить, исходя из какого процентного соотношения. Безусловно, можно бояться всего. Никуда не выходить, спрятаться дома, запереться. Но тогда ты рискуешь своей жизнью. Рискуешь своими друзьями, общением с миром, своими увлечениями, своей работой. Ради того, чтобы в каком-то там небольшом процентном соотношении заболеть, и еще в менее большом заболеть и погибнуть. То есть риск всегда будет, конечно, безусловно. И это не только про коронавирус. Риск умереть будет, переходя дорогу. Риск умереть будет, летая на самолетах. Риск умереть будет просто, потому что тебе ударит молния, да, сердечный приступ. В нашей жизни всегда есть риски. Всегда есть смертельные риски. Но мы не прячемся от этого дома. Поэтому в этом случае для себя надо четко понять, какие риски на самом деле есть. Если следовать всем правилам и рекомендациям, которым нам диктует наш Минздрав, ходить в общественных местах в масках, прививаться, когда надо, чтобы снизить, чтобы минимизировать возможность заболеть, то и переживать не стоит так сильно. Потому что риски заразиться и умреть еще сниже станут. То есть, грубо говоря, риск того, что ты не заразишься и не умрешь, больше 90%. И тогда наглядно видно, я могу следовать из 10% или из 90%, что все-таки я не заражусь и не умрешь. То есть вместо того, чтобы тревожиться, стоит просто соблюдать элементарные правила гигиены и рекомендации врачей. И в любом случае мы в безопасности, скажем так. Но есть и другая группа, которая полностью отрицает до сих пор существование коронавируса как такового. И вот эта вот теория заговора и все остальное. Вот этот феномен как можно объяснить? Ну, смотри, это же две группы. И если на них посмотреть, они абсолютно противоположные. Одни очень боятся безумно, так что не выходят из дома. А другие просто отрицают. Но почему они так поступают? Причина у всего одна – страх. И те, и другие боятся. Только те боятся. Те свой страх выводят на сознательный уровень, а эти его отрицают, вытесняют. И те, и другие ошибаются в оценке ситуации. Одни преувеличивают опасность, другие максимально преуменьшаются. То есть присутствует такое черно-белое мышление. Либо все плохо, либо все хорошо, не стоит беспокоиться. И поскольку это с физиологической точки зрения для людей нормально упрощать ситуацию максимально, это нормально думать ярлыками, это нормально думать черно-белым мышлением, это что-то плохо, это что-то страшно, что-то хорошо, что-то опасно, что-то не опасно. Хочешь ты или не хочешь, все люди будут заблуждаться. Если не подходить к этому вопросу с чисто человеческой точки зрения, о чем я говорю, сознание, взвешивание всех за и против. В процентном соотношении, как угодно, чтобы картина была максимально ясна. Те же люди, которые отрицают существование коронавируса, исходят из того, что не страшно, но если я буду отрицать, как будто бы этого и нет. А если этого и нет, то и не о чем бояться. То есть это у них выходит, знаешь, такой замкнутый круг. Изначально я придумал себе теорию, что этого всего нет, начинаю ей придерживаться, и чем больше я этой теории придерживаюсь, тем больше сам подкрепляю свое изначальное убеждение. Я же там не заболел вроде как, все окей, и эти прививки ерунда. То есть это такая защитная тоже, защитный механизм. Безусловно, безусловно. А может случиться такое, что люди загонят человек, да, который, допустим, повышенно тревожится на какую-то определенную тему, загонит себя в ситуацию, когда тревожность, перестанет быть тревожностью, станет более серьезной проблемой. Что делать в таком случае близким, например, если не заметили? В таком случае изначале надо, что делать, обратиться к специалисту. Но мы не можем насильно заставить своих близких это сделать за шкирку и потащив. И этого ни в коем случае не надо делать. В этом случае как необходимо подходить к ситуации? Поговорить напрямую со своим родным, близким, другом, но не с позиции директивной, не с позиции наставления и выхватывания вопросов, а с позиции партнерской. Чтобы показать ему, что я тебя понимаю, мне можно доверять, и давай попробуем решить вопрос хотя бы между нами. Посмотреть, а что с тобой происходит? И в этом случае аккуратно посоветовать варианты решения этой проблемы. Может быть, обратиться к психологу, к психотерапевту или к психиатру. И надо понимать, что обращение к психиатру не всегда ведет за собой постановку ночью. Тем более, если это обращение к частную клинику. Там вообще подобного не происходит. Поэтому бояться этого не стоит. И, к сожалению, мы все-таки сталкиваемся с тем, что многие теряют своих близких, несмотря на то, что, как ты говоришь, можно избежать в каком-то случае тяжелых последствий. Но все же многие столкнулись с потерей близких или с тяжелым течением болезни. В любом случае, это травма. И, к сожалению, таких людей много. Как помочь себе или в таком случае? Какие рекомендации дашь? Или куда идти обращаться к человеку, у которого случилось несчастье? Что происходит, когда мы теряем близкого человека? Опять надо ответить, что такое человек. Из чего состоит его личность и из чего состоит сознание. Человек – это наш опыт. Человек состоит из нашего опыта, из опыта общения с другими людьми. То есть, когда мы теряем другого человека, это как будто бы часть нашей личности пропадает из нашей жизни. То есть, мозг условно теряет свою часть. Не на физиологическом уровне, но тем не менее. Мы понимаем, что это дыра. Когда часть представления о мире теряется, это стресс для организма. То есть, нам надо как-то приспосабливаться к новым условиям среды. Нам каждый день будет не хватать этого человека, не хватать каких-то событий с ним связанных. И дело в том, что на этом человеке может завязана быть вся жизнь практически. В зависимости от того, в какой степени радостовый этот был человек. В первую очередь, необходима поддержка близких. Чтобы одному не оставаться в этой травме. Для чего? Для того, чтобы заполнять эту условную дыру чем-то новым. Поддержка близких, занятия, больше работать, больше на что-то отвлекаться. И попытаться найти хоть какую-то замену в жизни. И не обязательно эта замена будет в другом человеке. Может быть, это замена в своих взглядах. Как мне стоит пересмотреть взгляды и понимание мира, себя. В том, чтобы я мог, может быть, частично взять на себя те функции, которые этот человек выполнял. Самому это сделать, безусловно, трудно. Потому что здесь нужен взгляд со стороны. Поэтому это так легко и просто говорится со стороны специалиста в теории. Но на самом деле в практике, безусловно, надо обращаться к специалисту. Но в дальнейшем это работа с психологом, с психотерапевтом, для того, чтобы научиться выстраивать в своей жизни какие-то новые ценности, какие-то новые цели. То есть простраивать картину заново. То есть специалист, как я уже говорил, будет показывать, какое место занимал человек в твоей жизни и какие функции он выполнял. Что тебе надо заменить и как мы это будем с тобой делать. Хотелось бы отметить, что к радости, да, к некоторой в последние годы обращение к специалистам, к психотерапевтам, к психологам уже становится нормой для жизни человека. Люди не стесняются. Поэтому и в данной ситуации тоже действительно стоит не стесняться, прибегнусь к помощи. И еще одна проблема, так или иначе, связанная с эпидемией коронавируса, это проблема людей, которые остались без работы в связи с долгими мерами самоизоляции. Или кто на грани банкротства или в трудноэкономической ситуации оказывается. Вот этим людям, с точки зрения специалиста, как можно помочь? Надо понимать, что любые, в принципе, проблемы, неважно это банкротство, увольнение с работы, это потеря близких, это реакция стресса. И надо понимать, что из этой стрессовой реакции необходимо постепенно заходить. То есть нельзя долго находиться в хронической стрессовой реакции. Стрессовая реакция на самом деле помогает людям. Для чего нам нужен стресс? Чтобы в моменте эффективно справиться с какой-то конкретной задачей. Как наши далекие дикие предки, когда видели кормит медведя, в лесу стрессовая реакция помогала им, скажем так, набраться сил в моменте, чтобы убежать от этого, да? Но вопрос, если этот медведь поселится с тобой дома и будет жить каждый день с тобой, организм будет истощаться. Есть как есть. Риски в этой жизни, как я уже говорил, всегда есть. И это могло случиться не в пандемии. Другой вопрос, как я теперь буду из этого уходить. То есть жизнь, она в принципе вся стрессовая. Жизнь, она в принципе постоянно несет за собой какие-то риски. Они не всегда большие, но они есть. И неважно, в пандемию ты разорился или нет, это всегда будет стресс. И никогда на этом не надо заостряться, как то, что мир рухнул. Это возможность для чего-то нового, для нового взгляда на мир, на то, чем ты занимался. И с другой стороны, если бизнес рухнул, это вопрос о том, что а не ставил ли слишком много человек на какую-то узкую сферу. Это, как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину. Это вопрос об этом. А что я сделаю для себя в будущем, чтобы этого не повториться? И если самому человеку не удается это сделать, опять же вопрос к тому, что следует обратиться к специалистам. Если его какие-то внутриличностные конфликты обострились, значит их надо решать. Ведь это же может мешать к возобновлению действительности в дальнейшем. Это может усилять какие-нибудь глубинные установки о несостоятельности человека. А я там неудачник. Я так и знал, что мне все прогорит. И это может мешать. Над этим надо работать. Александр, а вот в последний год все-таки к вам, к вашим коллегам, насколько много обращений с теми проблемами, о которых мы говорили сегодня? Я специально посмотрел статистику, потому что, в принципе, я увидел, что у меня пациенты появились. Таких стало больше. Но по статистике там цифры разнятся. От 10% до чуть ли не 60% увеличивается. Посещение специалистов сферы психологической. Это психиатров, психотерапевтов, психологов. Причем посещение с какой целью? Коронавирус же действует на нескольких уровнях. Первый уровень – это аффективные расстройства. То есть на уровне аффективного расстройства сам коронавирус не играет большой роли в том плане, что здесь играет большую роль сама реакция общества на эту ситуацию. То, как освещаются подобные всплески и вспышки вирусных заболеваний в СМИ. То, как пропагандируется это через властные структуры. Нагнетается тревожная атмосфера. Всем страшно. Постоянная тревога – это хронический стресс. Хронический стресс – это что? Это невротические расстройства, эффективные как эмоциональные расстройства. Это и тревожные расстройства. А если долгая тревога у человека, это перерастает в депрессивные расстройства. Следующий момент – это ипохондрические расстройства и заболевания. То есть когда человек начинает слишком концентрироваться на своем здоровье. Это те люди, которые начинают мыть по сто раз руки на дню, даже когда дома находились. Которые максимально концентрируются на своем внутреннем состоянии, на состоянии своего здоровья. Перемеряют по сто раз на дню температуру. Коронавирус. У тех людей, которые переболели, явно изменяют функции мозга. Пока неизвестно совсем как, но что-то очень известно. Человек после того, как переболеет им, особенно в тяжелых формах, он астонирован. Он астонирован. То есть у него слабость, апатичность. За счет того, что происходит в аренболезне так называемое сгущение крови, скажем по-просту. А когда кровь густая, маленькие капилляры, они условно закупориваются. То есть к некоторым отделам мозга не поступает столько питательных веществ, как надо. То есть часть мозга может отмирать. Но не у всех. Это в каких-то крайних случаях. Одно из возможных последствий. Конечно. Это одно из возможных последствий, но далеко не у всех. Далеко не у всех. Когда отмирает часть мозга, функции когнитивные снижаются. То есть появляется невнимательность, рассеянность, усталость. Но тем не менее наш мозг так устроен, что через какой-то период это все восстанавливается. Через какой-то период другие отделы мозга берут на себя функции пострадавших, и человек практически ничего не теряет. Но главное решить в этом плане психологическую проблему. А человек-то это сам поймет. Ведь можно восстановиться на психологическом уровне. Но на психологическом уровне можно и не восстановиться. Можно все так же бояться того, что этот вирус меня чуть не убил. Я боюсь с ним настолько встречаться, что я в постоянном стрессе. А постоянная стресс и тревога она будет замедлять процесс восстановления. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...